здравствуйте друзья мы начинаем ответы на вопросы по дороге в сан-франциско путь наш дальний долгий и у нас светлана зачитывает вопрос свет давай нет 23 года живу уже полтора года в америке мёртл бич санта кросс что ли нет нет мёртл бич это на том побережье курортное местечко саус каролайна родился в белоруссии год назад я подал на политическое убежище полгода назад получил employment authorization card да сейчас жду собеседования по отзывам слышал что это примерно занимает 2-3 года сейчас на green card по моему делу я программист почему green card не понял жду собеседована green card но по отзывам слышал что это занимает 2-3 года не на green card ложится собеседование она статус беженца хорошо я программист в общей сложности имею четырехлетний опыт работы и почти все эти годы я был фрилансером на данном этапе я владею достаточно широким диапазоном знаний в данной профессии перечисляет перечислить перечислить многие люди которые нас слушают понимают о чем речь перечислить языки c++ java objective c swift java script немного python c такая решеточка sharp все шаруси снова objective c++ айди кьюти microsoft vs xcode android studio работал с разными операционными системами virtual studio когда да с разными операционными системами mac windows linux android ios работал на дизайну предложил приложений и с интернет сервисами десктоп кросс платформенными решениями однако не могу найти работу в сша составила резюме нашел много сайтов таких как монстр за лады ровно зип рекьютер подписался на разные рассылки ежедневно отправляю на 4 6 позиции свои данные в опыте работы указываю фриланс некоторые проекты за все время есть два референса из последних проектов есть достаточно навык английского как разговорный так и письменный мне звонят рекрутеры будние дни пишут письма порой достаточно много по 10 за неделю всем отвечаю со всеми договариваемся о возможности переезда всегда до face to face интервью о любой зарплате от 30000 в год чуть ли не на любую позицию большинство заканчивается договоренностью о том что именно они будут меня представлять компании x иногда просто выслать письмо подтверждение вопросом все ли устраивает и просьба подождать ответ от компании однако всего один-два из них ответили мне спустя неделю что компания отказалась и не указала причина остальные попросту пропадают занимаюсь я поиском уже три месяца и по большому счету ничего не меняется я даже до этапа с интервью не дошел ни разу не по skype не face to face то есть по факту мою компетентность даже никто толком не пытался проверить всегда только базовые вопросы о визе об опыте о референсах и о шамадаевом и зарплате о моем опыте что использовал начал работу и прочее вроде по письму все складные должно быть все хорошо однако это не так я не могу разобраться в чем моя проблема в резюме статусе пендинг employment card опыте работа что что пендинг вот непонятно в резюме запятая статусе пендинг запятая employment card запятая опыте работы или референсы как предложение заказано непонятно работал всегда один команды нету как следствие и знакомых которые могли бы подсказать что-либо по трудоустройству фриланс как ни крути не самый большой заработок зарабатывание больше full-time официантов сша но продолжаю работать программистом и расти так как пока текущая зарплата позволяет быть может мне рано работу в сша искать но я даже не джуниор и не мид согласен на джуниор и интермедиат левел согласен главное это новая работа связи хоть немного выше зарплаты и возможный переезд а дальше уже разберусь куда и когда двигаться дальше подытожь обобщающие вопросы как вы считаете чего мне именно не хватает или что я делаю не так каким образом лучше искать работу и куда отправлять свое резюме да я немножко скажу давай светик давай я очень хочу чтобы ты высказал я небольшой эксперт вот так вот в анализировании чужих резюме но то что мне бросается в глаза это какое-то несоответствие человека который имеет довольно таки большой опыт но по перечисленному я не знаю что это значит эти слова но видимо там наверное серьезно какие-то знания и того что он просит то есть дело в том что 30 тысяч до в этой стране нельзя не соответствует своему уровню тебя точно так же не возьмут на работу как если ты завышаешь свои требования но и точно так же тебя никто не возьмет если ты занижаешь потому что компания понимаешь как только ты вот устроишься обустроишься будешь крутить носом найдешь следующую работу и уйдешь от них никто не хочет вас инвестировать вкладывать деньги переезд заплачивать и так далее поэтому нужно составить резюме таким образом чтобы было соответствие требований по зарплате уровня квалификации это первое второе раз у вас есть право на работу не нужно давать лишних поводов там в чем-то сомневаться и задавать дополнительные вопросы надо написать employment авторист и все если они хотят они пусть могут проверять и так далее дело в том что вы еще ни разу не выходили на какую-то реальную компанию там какой-то пендинг это пугают людей да то есть возникают дополнительные вопросы никому это не нужно но вы еще ни разу не вышли на какую компанию конкретно вы разговариваете только с рекрутерами на самом деле можно заполнять документы на сайтах компании и аппликация просто в сами компании но конечно мне кажется что самая главная причина что ваши резюме не дотягивает по потому как она составлены потому что вы там написали в этом резюме она не составлен так и должно читаться американское резюме вот на эту квалификацию я думаю главная причина почему компании не хотят с вами разговаривать ну давай я значит теперь ты со своей колокольни значит первое конечно для того чтобы всерьез говорить ну так вот ближе к делу над конечно видеть резюме потому что говорить вот я все делаю правильно а у меня не получается в чем причина если ты сказал что правильно так как дешевле не найдешь и вешал конце спрашивает куда еще повесить резюме посмотри у него резюме это не работает не работает вопрос у него при этом нет не такой что сделать с моим резюме а у него вопрос того где еще его повесить куда не вешай да понимаешь поэтому меня самого начала на самом деле напрягали некоторые вещи вот когда ты начала письмо читать на первая вещь ему 23 года сколько он сша находится уже полтора года он говорит у меня четыре года опыта в программировании то есть 19 лет что такое программирует дать высшее образование у него нет по специальности у него высшее образование тем более нет значит он что-то такое там четыре года программирует я хочу сказать что вот 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 мы с тобой когда-то закончили институт связи ты помнишь да и мы работали то есть я в институте связи вот ну из этих пяти лет что там учился может быть два года я работал где там на кафедре передачи дискретной информации я подрабатывал чем я серьезные вещи делал такого хорошего инженерного уровня углубленным там применением математики там большинство людей не понимали даже что я там делал на самой этой кафедре и не ну начальник хорошо понимал и вот к чему я рассказываю мне бы в голову не и я бы не посмел понимаете не посмел никогда написать там в резюме которых нас тогда не было но я бы не посмел сказать что у меня два года опыта понимаешь потому что я я студент но я учусь но но как же опыт рать есть опыт человека который закончил университета есть опыт человека который чет там делал нет но когда он говорит фриланса начну деньги платят за эти проекты ты не понимаешь фриланс это значит что он никогда не работал в команде и он об этом пишет то есть это это очень серьезный как сказать очень серьезное ущемление в квалификации то есть одно дело у тебя 10 лет опыта и ты ушел бы фриланс это 1 1 ты состоявшийся профессионал и ты ушел во фриланс а здесь у тебя инвалидность некоторые понимают ничего нет подожди подали что ему делать это сказать себе я живу в реальном мире в реальном мире я вот имея какие-то проблемы у него нет проблем он четыре года работает он он искренне веришь мне четыре года experience дальше он говорит что я послушай сюда ну когда никакой работы нет он готов но послушай дальше он он перечисляет языки которые он хорошо знает он там про что-то он я там не очень знаю python я знаю не очень говорит он оси пласт пласт джава swift си шарп объектив все света вот каждая из перечисленного каждая из перечисленного заслуживает и четырех и пяти и десяти лет экспириенции там senior level там и бог знает чего каждый из них это серьезная штука но серьезно если серьезно знать если так по чуть-чуть там тут немножко там немножко поклевал там ну конечно ну конечно когда ты фрилансер и когда тебе платят копейки на уровне официанта в ресторане и ты берешься уже зато засет и как ты делаешь ты никогда не видел серьезного кода понимаешь потому что никогда не работал в команде с людьми у которых можно научиться этому коду и так далее поэтому значит проблема в чем значит первая проблема в том что он не очень не очень понимает тот уровень на котором он реально находится не понимая уровня на котором ты реально находишься ты пишешь резюме который отражает твое понимание жизни и вот это не понимание жизни не понимали которая сквозит через каждое слово каждую фразу в этом резюме вот это и есть то что является шоу стоппером понимать когда когда ты говоришь с рекрутером с крутером просто он не знает о чем резюме он вообще не поймает узнает ключевые слова он берет желтый фломастер хайлайтер такой берет и подчеркивать и пласт пласт подчеркнул java подчеркнул swift подчеркнул объекте все подчеркнул то есть вот мы нормально то есть он и фронты он там может еще и бэкэнд пишет он там и на мобилках работает понимаешь он там и а вес у него и android у него и там я не говорю разгромно скажу давай но представь себе допустим что парни бы действительно нужно конечно другой резюме сделала правда но при себе что допустим его взяли на entry-level программистам какую-то компанию да где был он действительно посмотрел как люди пишут про он брастрел там он бы расцвел там конечно то есть ему нужно просто резюме сделать соответствующие entry-level уровнем ему надо в первую очередь понять где он находится в табеле о ранге о рангах потому что если он не по чину как бы до себя ставит и тот это проблема возникает до нужно во-первых сократить количество вот не которыми они не 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 надо не надо рецептов мы сейчас придем к рецептам дело не в том чтобы сократить дело в том чтобы правильно себя спозиционировать вот ровно с тем экспириенсом опытом который у него есть его вы порвали на части понимаешь 23 года молодой парень уже четыре года что-то там делает так или сяк там у него уже ширина широта есть обозрение он уже с мобилками там из вебовскими и понимаешь он он уже просто но вот вот готовый материал берешь его там пару лет и он там senior level и лицо компании но он 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 не понимает что он представляет собой потенциал он понимает что он представляет собой уже состоявшегося человека который что-то такое вот ну что такое при этом он совершает еще одну ошибку тем что он готов на 30 тысяч до при том что он типа состоявшийся четыре года опыта с четырьмя годами опыта вот если бы он у нас вот тут вот где мы сейчас с тобой едем вот вправо от хайвэя или слева от хайвэя пошел с четырьмя годами опыта он бы сейчас легко легко бы получил там 140 150 тысяч понимаешь а он где-то 30 я готов и это опять же ты сам сказал что это карлайн правило не цены близкие не 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 такие но все равно я тоже сказал что он здесь бы получил в карлане может быть на был бы 100 2 110 или 102 вопрос в том что когда ты решаешь какую-то задачу должен быть адекватен этой задачи адекватен задачи первое с чего это начинается надо было резюме прислать но если ты действительно хочешь совет и хочешь что-то такое не увидев твое резюме но невозможно сказать ничего такого я говорю сейчас по косвенным признакам понимаешь вот эти ты читаешь текст да и я слышу в этом тексте что то что меня немножко напрягать немножко напрягает не бог весть парень молодой ну ну понятно и чё же это ничего такого нет я же не в претензии и я его не не ругаю и не клеймлю а я просто как будто показываю со стороны как это смотрит значит фриланс да что он там написал про пендинг со своим там им пломинта с резейшим там или что-то это смертельный номер это просто смертельный номер человек берет в руки а сейчас еще тенденции такие да вот сейчас стране не понимаешь вот такое не пендинг от и резейшим я я не знаю черным написал но это не то что люди хотят увидеть абсолютно вот я не знаю что он еще там написал потом фриланс можно фриланс подать так что это не будет ни у кого вызывать никаких негативных ощущений вот ну-ка давай его срочно сюда давай понимаешь если допустим если какая-то позиция связанная с там я не знаю с мобилками да но сделай резюме на мобилке не надо все в одной резюме пихать напиши какие проекты ты делал там на мобилку а если это связано с вебом напиши да я немножко скажу про это прородные заранее мы когда приехали у нас тоже был неплох весть какое соответствие американскому рынку труда до получалось что никакого не было никакого не было на каждую позицию мы составляли отдельное резюме вот это ты тогда да я так делал но это бы не звали всюду все хорошо его составляла совершенно не значит что я могла бы там работать на составлял резюме хорошо так вот это было кропотливо да но на тот момент это было адекватно и может быть вот поначалу у вас действительно такое широкие знания может быть они не очень глубокие по очень многим профилям да или как направление направлению вот но конечно нужно сосредоточиться и сделать по каждому из этих направлений отдельное резюме тогда она будет более фокусным и будет бить в точку здесь компании нужен такой специалист о вот это она и есть потому что специалисты широкого в профиле здесь не катят здесь катят узкие специалисты на профессионал широкого тоже неплохо но но зависит от ситуации но в принципе они любят нанимать вот пойти вот этот лозунг нанимай нанимай характер да и учи его навыкам здесь здесь не очень работает здесь они хотят нанимать навыки вот так получается характер хороший был при этом иначе выгонят тут же верно но но еще раз никто не хочет иметь дело с чем-то неадекватным да поэтому нельзя выглядеть неадекватно какие бы у вас ни были соображения в пользу того что вот это лучше сделать чем не сделать если это выставляет вас неадекватным человеком не нужно это в делу не нужно потому что вас никто даже не будет спрашивать я часто вижу тебя а вот они меня когда спросят я говорю что и вот меня спросят и я им скажу за тебя не спросит никто с тобой просто не станут разговаривать спросит его но он им будет сейчас объяснять он уже все картину нарисовал понимаешь а ту картину что с ним говорить не хотят он не рисовал поэтому надо конечно дать резюме кому-то посмотреть ну я не ну дайте мне посмотреть что такого я в конце концов я могу посмотреть резюме раз уже отвечаем на вопрос но может быть сделать несколько разных резюме то есть я бы сделал несколько разных и я подозреваю слушает что он пугает народ не тем что у него слишком много технического а тем что он вот этим фрилансом вот этим 30 тысячами вот этим вот это пендинг авторизейшн то что там какие-то странные вещи нельзя выглядеть неадекватным и надо чтобы резюме смотрелось как будто бы она здесь на бьет мы как только приехали у нас типа типа нам помогали там специальные сервисы на тража на работу да и они что сделали они сказали знать что вот давайте вы напишите как можете там себе резюме или мы вам напишем и вам напишем они нас спрашивали по-русски что там такое писали и это получилось какая-то абракадабра который здесь никто не мог взять будешь они понимать хочу что там написано да мы пытались нашим советский опыт какой-то там производстве перевести на английский язык учелся ерунда я пошла просто другим путем не стал нет такой путь не годится точно мне нужно найти фразы которыми я могу описать свой советский опыт на фразы которыми они оперируют здесь а это девяносто первый год а это девяносто первый год не интернета ничего нету я запрашивал в компании джок description которым написано чего они хотят из этих фраз которыми они описывали то что они хотят составила себе резюме из того что я делал после чего я принесла это резюме нашему вот этому сошел воркеру сошел воркеру она была в шоке и она просто начала орать не своим голосом а скала кричать что это американская ты не имеешь права мисс право она говорит это не такое резюме то есть как будто мы какие-то чурки вообще приехали бог знает откуда и занимаюсь вообще не пойми чем и вот это не пойми что у нас должно быть написано в резюме тогда уж мы работу точно не найдем да а вот эти американцы которые описывают вот так как надо вот у них таки да есть работа пошуруйте на интернете посмотрите светит светит послушаем но послушать чего шуровать на интернет у нас есть сайт портнов.com портнов.com школьный сайт там вывешено под 25 профессиям там вывешено по 14 по 15 по 16 резюме в каждой профессии значит если посмотреть на на веб-сайт на главную страничку любую там есть футер и футере справа в углу справа в нижнем углу там написаны ресурсы ресурсы и там среди ресурсов написано кей резюме collection но она на самом деле не кей а в этой коллекции 25 разных профессий пожалуйста вот тебе там написано будет теми словами но может быть может быть и не и не то проблема что он опыт плохо описал может быть проблема в том я думаю что никто бы не цеплялся к описанию опыта я думаю там есть что-то отталкивающее на очень глубинном уровне понимаешь несмотря на опыт несмотря на все эти вот там проекты несмотря на перечень там навыков и так далее ему даже никто не позвонил из компании понимаешь то что ему не позвонили даже вообще поговорить и спросить может быть спросили бы что-то а реально не даже и не звонят вот вот тут как бы и и зарыто то есть что-то фундаментально глубоко отталкивающее там должно быть это сегодняшнем рынке в котором не хватает людей чудовищно понимаешь ну я могу конечно сказать что у нас есть вебинары у нас есть список смысле плейлист есть с вебинарами один из вам так и называется вебинары на нашем канале другой называется поиск работы в сша и мы там разбираем и про резюме и так далее и у нас есть вот этот портнов.com слэш ру это курс я начитывал по тестированию последние два занятия в этом курсе одно про резюме а другое про cover letter и там с ресурсами со ссылками с подробным разбором там и так далее но не у кого спросить но вот вот ну вот он нас просил но чтобы нас спрашивать все таки неплохо было бы резюме конечно и ссылочку дать там прислал бы резюме я бы глянул вот проще всего скайпе мне написать там на м портнов до м портнов написать скайпе и искать вот ссылка на резюме посмотрите там я ему тут же тут же бы я ответил если нужно перезвонить и сказать словами я перезвоню я предпочитаю говорить если общаться письменным текстом что занимает в 20 раз меньше времени но бывает что надо позвонить я позвоню и скажу словами я понимаю что мне проще сказать чем допустим там описывать долго и так далее поэтому самое главное в этом во всем вот света скажи если ты со мной сейчас согласишься самое главное в этом во всем это не пытаться не работающую методу довести до работающего состояния путем просто чуть-чуть повторно тиражировали да то что не не работает она уже понятно что не работает то есть вот все ваши трехмесячные усилия если вам ни разу не перезвонили из компании значит непорядки резюме то есть это однозначно да значит у инштейна есть высказывание интересно я я дословно не помню но смысл в том что безумие это когда одно и тоже вещь который не работает пытается много-много раз повторять пока она не заработает вот не надо идти этим путем но собственно он и не идет да он он потыркался несколько месяцев у него не получается он не знает как искать работу он спрашивает куда повесить резюме понимаешь мы в принципе ответили на этот вопрос у нас есть прямо вебинары этом подробно рассказываю куда повесить я рассказываю как повесить я рассказываю про кодирование вашего профайла ключевыми словами так чтоб вам звонили там не два раза в неделю например а 20 раз в день то есть это как бы знание она открытая она доступна и в общем да да но как в пользование ну что могу сказать пользуйтесь пользуйтесь ну короче я я не я не приглашаю всех присылать резюме мне там на анализ я я просто не в состоянии этого делать мне иногда шлютгать посмотрите ну ну что я могу вот это как бы много времени занимает но в данном конкретном случае раз мы занялись анализом то мы как бы конкретно вот этому человеку предлагаем в скайпе скинуть ссылочку на резюме или в виде файла приложить и я без проблем посмотрю и скажу что-то более конкретное если нужно будет на какие-то ресурсы которые уже есть сослаться я дам ссылочку чтобы он сам посмотрел что-то я думаю что вот это его проблема разрулится но просто за неделю за две вот как как только он с правильным заходом пойдет на рынок разрулится на раз и последняя такая ремарка у меня может быть знаешь свет какая то что он находится в саус каролайна они допустим в калифорнии нью-йорке в сиэтле там и где-то где привыкли иметь дело с иммигрантами самых разных как бы иммиграционных потоков да может быть там люди вообще этого не понимают вот он подал на политику да может быть там это настолько редко и настолько сложные настолько необычно они хотят видеть что-то но абсолютно такое стрейт-форвард такой прямолинейная вот green card ну все грин карта понятно там граждане нулю понятно я помню отлично время когда в кремниевой долине вот 94 5 6 год когда тоже рекрутеры не понимали им говорят вот там рабочая виза это это вид как или там какое-то временное разрешение на работу в связи с чем-то они ведь это как студенческие визы никто не знал там про эти разрешения на работу которые идут со студенческими визами это важно что люди понимают о чем речь 20 лет назад коллег вот кремниевая долина 20 лет назад human resources вот все эти люди они все выучили о чем у тебя 3 то и вопрос снялся вот последние 20 лет никто никто не выясняет тонкости потому что все понимают сразу с полуслова в south carolina может быть нет он правда говорит что там ему из других штатов да то есть там он готов переехать там и так далее но вот как бы подразобраться всякое дело требует некоторые квалификации не слава богу что в данном случае какой-то супер дюпер квалификации вот не нужно нужно базовые вещи просто делать аккуратненько и все в таком рынке как сейчас когда просто на части рвут людей которые хоть что-то могут вот так дай бог что всегда такой рынок был еще выше всем так повезло ну что счастливые давайте мы молодому чеку пожелаем успехов что все у него получилось я скачаю даже выражу уверенность то что у него все прекрасно получится чуть-чуть чуть-чуть вот там подправиться и все числе